МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Властям в Новосибирске нужно переселить людей из 139 зданий. В Томске чиновники вообще бьют тревогу. Около 7 миллиардов нужно, чтобы полностью закрыть эту проблему. Так заявил мэр Иван Кляйн. Об этой проблеме, которая сейчас приняла угрожающий характер, мы поговорим с Юрием Федотовым, с руководителем рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос. По оценке фонда, содействуя реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Омск занимает первое место в Сибири по темпам расселения и по реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Как вы оцениваете, почему Омск именно вышел на лидирующие позиции? Какие проблемы тогда у соседей Томска, Новосибирска, Кеннер? Вы понимаете, то, что касается самого города, в городе действительно достаточно много домов снесено и расселено. На сегодняшний день порядка 1380 и плюс 600 еще Рябиновка, то есть почти по 2000 квартир построено и расселено порядка 3860, 51 человека, если так мы говорим, на сегодняшний день. Вот то, что в городе построено, вот сейчас можно уже какой-то итог подводить, оно по качеству не вызывает таких нареканий. Но у нас самые острые проблемы возникли в сельской местности, когда дома строились, ну в частности, вот Исселькуль, Большеречи. По Исселькулю, по обращению Общероссийского народного фронта в Омске, Омского регионального отделения, возбуждено вообще уголовное дело по статье «Халатность». Потому что к нам обратились жители, там построено 5 домов, которые уже сегодня в соответствии с экспертизой в рамках возбужденного уже уголовного дела практически признаны новым аварийным жильем. При этом потрачено 10 миллионов 800 на строительство этих 5 домов, там двухквартирные дома, а экспертиза нашла только реально 3 миллиона 800. Возможно, лавинообразное обрушение, то есть дома представляют опасность для людей, которые туда должны быть переселены. Легче построить новые, чем эти привести в соответствие, вот так говорят эксперты. Я так понимаю, эти проблемы, они типичные? Да, потому что нас удивляет, что, например, нет просто принципиального решения, мы его предложили по итогам обсуждения в ОНФ, мы предложили, но сделайте типовые двухквартирные дома для села, ну не городите, вот в Омске берут типовой проект, понятно, его там приспосабливают, дорабатывают и возводить, и не надо ничего придумывать, понимаете? А ваши коллеги в других городах, они сталкиваются с такими же проблемами? Да, я смотрел практику и публикации, которые есть, явно прослеживается тенденция, что нет четкой в этом плане политики. То есть есть село, понятно, что это не будут многоэтажки, понятно, что это будут там четырех-двухквартирные дома, но сделайте типовой проект, это недорого стоит. Возьмите существующий, привяжите его к месту и строго требуйте соблюдать все, там фундамент, стены несущие, штукатурка там или фасад отделать, кровлю. Если говорить о проблеме, на которую ссылаются, ну пожалуй, все чиновники, вот в Томске мэр говорит, что совершенно сумасшедшие деньги нужны, чтобы решить проблему с расселением, там 7 миллиардов, причем Томск относительно небольшой город, у них таких денег просто в бюджете нет. Это действительно так, вот по Омску 4 миллиарда оценивается, но в Томске 7. Это проблема, которая связана с домами, признанными аварийными после 12-го года, после 1 января 12-го года. То есть получается, что до 12-го года федерация помогала и выделяла очень существенные средства. И мы говорим как раз вот о тех объектах, которые были построены по программе, она действует еще до середины 17-го года, а вот дальше эта программа не действует пока. И правильно высказывался один мэр, второй мэр городов и правительства, соответствующих субъектов, с инициативой выходили о продлении этой программы. Сами регионы, сами города с проблемой ветхого жилья не справятся. А там возникает норма, когда уже и прокуратура указывает на это, когда муниципалитет должен изымать аварийный объект и людям предоставлять за счет собственного бюджета либо жилье, либо выкупать у них, если у них в собственности аварийное жилье. Поэтому вот здесь момент, что это нагрузка на бюджет 4 миллиарда, 7 миллиардов. Ну хоть 4, хоть 7, это неподъемная цифра для городских бюджетов. А если с другой стороны подойти к этой проблеме, часто разваливающейся, ему уже фактически все, аварийное жилье признают пригодным для проживания, ну по сути... Ну чтобы убежать от своего обязательства бюджета, его расселять за счет бюджетных средств. Это, конечно, на мой взгляд, такая неприличная уловка или попытка уйти от ответственности сейчас или от обязательств власти сейчас и переложить это на потом. Следующие чиновники пусть за это отдуваются. Спасибо, Ирина Николаевича, что пришли, нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню о расселении людей из ветхого и аварийного жилья. Мы поговорили с Юрием Федотовым, руководителем рабочей группы «Качество повседневной жизни» областного отделения Общероссийского народного фронта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова